Мы настолько привыкли делать покупки в интернет-магазинах, что часто становимся невнимательными, чем и пользуются мошенники. Обычно схема мошенничества выглядит так. Создается сайт-однодневка, на котором выкладываются товары. Посмотрите настоящую стоимость покупаемой вещи. Цена на сайтах-мошенниках обычно весьма привлекательная. Ниже среднерыночной в разы. Отсутствуют отзывы или они подделаны. Указаны скудные контактные данные. Например, я не знаю, какая-нибудь вещь. Которая в обиходе стоит 40 тысяч рублей. Вы ее увидели в интернете за 8 тысяч рублей. Это все равно должно немножко заставить задуматься. Бесплатный сыр только в мышеловке. И народ все равно почему-то приобретает и переводит и стопроцентную, скажем так, предоплату, где требует. Чаще всего такие интернет-магазины работают по стопроцентной предоплате. Далее мошенник в течение нескольких дней будет придумывать отговорки и обещать вам скорую поставку товара. А потом бесследно исчезнет. Цель подобных сайтов – обмануть максимальное количество людей за короткий срок. Создать интернет-сайт сегодня – дело нескольких минут. Поэтому вскоре после прекращения работы сайт возродится по другому адресу, с другим дизайном и под другим названием. Поищите информацию о магазине в сети интернет. Посмотрите, как долго он находится на рынке. Если вы имеете дело с сайтом крупной или известной вам компании, убедитесь в правильности написания адреса и, конечно же, почитайте отзывы не на этом сайте, а на других. Оградить себя от подобного рода преступлений предельно просто. Прежде всего, необходимо быть благоразумным. Никогда не отправляйте деньги незнакомым ни под каким предлогом. К слову, даже если близкий вам человек попросил в соцсетях дать ему взаймы, не стоит этого делать. Возможно, его страничку взломали. Проще говоря, даже если мошенника задержат полицейские, то деньги, украденные преступником, найти почти невозможно. Мошенники данные деньги в себя зачастую не копят, пускают их на свои, так сказать, расходы, на свои цели. И потом уже даже в судебном порядке их зачастую тяжело возместить в ущерб. К слову, чтобы задержать подозреваемого, оперативники вынуждены выезжать в разные уголки страны. Не ведитесь на уловки мошенников. Перед тем, как сделать покупку, обсудите ее с близкими. Сергей Коленик, Степан Никрасов. Новости Верхниками.